Привет, меня зовут Пепсик, и сегодня я покажу тебе самые редкие вещи в Тока Бока. Сегодня мы вместе соберем эти вещи, и я также покажу, где же они находятся. Поехали! Для начала я предлагаю зайти в редактор комнаты и взять себе несколько коробочек, в которые мы будем складывать с вами самые редкие вещи в Тока Бока. Давайте выберем какую-нибудь интересную коробочку, и тут такой момент, нужно брать коробочку побольше. Так, давайте я все просмотрю, но вот эти выглядят как-то не очень, как будто мы переезжаем куда-то. Давайте возьмем вот эти вот коробочки радужные, я думаю, что это будет как раз самое то, что нам нужно. Нам коробочек понадобится немного, возьмем всего лишь две. Все, закрываем, и каждую коробочку кладем в ручку нашему Пепсику. Все, наш Пепсик с коробочками, и, соответственно, теперь прячем его вот сюда, и можем сейчас отправляться за редкими вещами. Кстати, друзья, видите, у меня абсолютно ничего нет в квартире, то есть она абсолютно голенькая, но со временем я ее обустрою как раз таки теми редкими вещами, которые мы сейчас вместе с вами найдем. Давайте отправимся скорее в этот мир, и поищем, что же за редкие вещи нас будут ждать. Сразу скажу, что эти вещи найти будет очень тяжело, но сегодня у меня получится это сделать. Давайте отправимся в самую необычную локацию, которая только может быть в Токобоке. Такая локация есть не у всех, но я знаю, как в нее попасть. Смотрите, это у нас вот такой вот город, и давайте вот, например, отправимся в парк аттракционов. Вот сюда вот. Ну, это концертный зал там и все такие дела. Ну, аттракционы там, конечно же, тоже есть. Посмотрим, что у нас там, и посмотрим, какие редкие вещи мы с вами там можем найти. Так, отлично. Смотрите, куда мы попали. Попали просто в какой-то тыквенный рай. Посмотрите, сколько здесь тыков. Вот, смотрите, какая тыква есть большая. Также здесь какой-то парень гуляет с собачкой. Собачка у него очень довольненькая, вот так вот пищит интересненько. Здесь у нас есть на этой локации продавец. Вот такой вот хипстер. Смотрите, как он модно одевается. У него на руках еще, смотрите, часы какие-то есть классные, видите? Все отлично. Пускай он занимается продавцом. Работает. Давайте посмотрим, что у нас еще здесь есть. Желудь, кстати говоря, лежит. Здесь у нас есть лошадка, играет музыка. И посмотрите, сколько наград у этой лошадки. Смотрите, тыква такая. Бронзовая, тыква серебряная. И даже есть тыква золотая. Классно. Все, теперь выкладываем, соответственно, нашего пепсика. Вот сюда вот. И он сейчас будет собирать самые редкие вещи. Давайте подумаем, какие вещи могут быть очень редкими. Вот, для примера, морковка. Морковка может быть редким предметом. Правильно, нет. Потому что морковку слишком легко достать. Она растет на огороде. И, соответственно, это было бы очень легко. Нам нужно именно редкие вещи собрать. Смотрите, банка с светлячками. Вы где-нибудь такое видели? Если мы положим ее домой, она будет смотреться там очень красиво. Поэтому кидаем ее в коробочку. Обязательно возьмем ее с собой. Смотрите, здесь есть ежик. Ежика будем брать с собой? Он редкая вещь или нет? Нет, конечно, не будем брать ежика. Потому что ежик это животное. Нам же нужны именно вещи. Ежика мы с собой не берем. Так, у нас пока что баночка со светлячками. Давайте посмотрим, что же здесь есть еще. Вот такой вот фонарь есть, но его взять нельзя. Но он нам, в принципе, не нужен. Здесь у нас стоит девочка, которая занимается посадкой семян тыквы. И у нее здесь растут тыквы. И она их тут может поливать вот так вот. И все это дело будет у нас расти. Не будем ей мешать, пускай растет. Все будет хорошо у нее. Урожай взойдет. И она продаст много-много тыкв. Пройдемся еще немножечко по локации. Посмотрим, что же тут есть еще такое. Можно, конечно, взять вот такую вот золотую тыкву. Но это редкая вещь, потому что ее очень тяжело достать. Но эта тыква принадлежит вот этой лошадке, которая поет. И если мы у нее заберем ее, то она, конечно же, очень сильно расстроится. Это все-таки ее приз. Так что ни в коем случае забирать не будем. Давайте попробуем посмотреть, что вот в этой коробочке. Смотрите, тут целая коробка каких-то вещей. Смотрите, кепка есть. Ну-ка, примерь себе, Пепси, кепку. Ну, смотрится прикольно, конечно, но кепка нам не нужна. Что тут еще есть? Это что? Это арбузная кожура на голову. Ё-моё, нет. Нам это тоже не нужно. Смотрите, здесь какие-то свитеры есть. Еще какой-то костюм фермера. В общем, тут лежит очень много различных костюмов, которые могут пригодиться, если ты работаешь на грядке. Нам здесь ничего абсолютно не нужно. Никаких редких предметов здесь нет. И давайте посмотрим вторую коробочку. Что же у нас тут? Лошадка, немножко подвинься. Так, я хочу взять целиком коробочку. Смотрите, давайте разложим. Здесь у нас лежит такая в виде перчика, или это даже помидорка, шапка. Ну, она, конечно, интересная. Здесь у нас также есть клаксон, в который можно нажать. Ой, как громко это было только что. Костюм помидорки. И какой-то колокольчик. Знаете, этот колокольчик используется дзинь-дзинь на всяких ресепшенах, чтобы звать оператора. Нет, нам тут тоже ничего не нужно, ничего редкого. Лишним засорять наш дом не будем, потому что в доме должна быть чистота и порядок. Потом мы с вами этот дом обустроим этими самыми редкими предметами. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть на столе. Видите, внизу такой стол. Здесь есть чашки, кружки, сервизы. Можно, кстати говоря, даже чая налить. Вот, но мы, конечно, его сейчас пока что пить не будем. Ну, тут, в принципе, еда и ничего прям тоже такого суперредкого здесь нет. Давайте пройдемся дальше. Смотрите, тут у нас уже, собственно, магазин, в котором можно купить разные продовольственные товары. Всякие тыквы. Вот это вот, смотрите, пачка сахара. Видите, вот ее можно взять, но мы не будем есть сахар, потому что он вредный. Тыквенный пирог. Ну, и, в принципе, здесь из вещей ничего такого нет. Пройдем дальше. Давайте смотреть дальше. Что же редкого можно тут еще найти? Честно говоря, не буду врать. Вот эту тыкву я заметил сразу. И она светится. Это реально очень редкий предмет, потому что он выдается только на Хэллоуин. И он является подарочным. Соответственно, эту тыкву здесь сделать несложно. Здесь вы ее можете достать. И мы ее возьмем с собой. Именно вот эту. Потому что вот здесь есть еще вот такая тыква. Но она, видите, какая-то грустная. Если мы поставим ее дома, мы будем постоянно грустить. А если мы поставим вот эту тыкву, то тогда весь год к нам будет приходить удача и хорошее настроение. Кладем тыкву в коробочку. И давайте теперь откроем туалет. Ой, а там лисенок. Лисенок, давай-ка сиди дальше. Не будем мешать лисенку. Все, мы этого не видели. Лисенку не мешаем. И, в принципе, смотрите, на этой локации мы с вами собрали два редких предмета. Это баночка со светлячками и вот такая вот классная светящаяся тыква. То есть у нас оба предмета светятся, представляете? Но также давайте возьмем вот такую вот свечку. Смотрите, это тоже редкий предмет. Я вам специально не стал его показывать. Я знал, мне интересно было, заметите вы или нет. Но эта свечка тоже может светиться. То есть у нас как раз будет три светящихся предмета. И посмотрите, какого она цвета. Она такая синяя, голубая и даже есть немножко зеленого. Очень круто выглядит. Обязательно кладем в коробочку вместе с остальными светящимися вещами. Все, нашего пепсика мы теперь давайте спрячем. Положим вот сюда вот. Он будет здесь стоять вместе с малинкой. И, соответственно, отправимся сейчас с вами на следующую локацию, в которой найдем тоже редкие предметы, которые я вам сейчас покажу. И эта локация у нас будет... Давайте посмотрим, вот этот вот дом. В этот дом мы можем зайти, можем в нем что-то посмотреть. И можем в нем даже что-то себе взять. Я думаю, от того, что это чужой дом, там никто не расстроится, если мы себе что-нибудь возьмем. Давайте смотреть, что у нас тут. Смотрите, какая локация. Я прошу вас заметить, что это тоже тыквенная локация, по которой мы можем перемещаться и туда, и сюда. И тут есть еще дом. Посмотрите, дом очень интересный. Ладно, давайте не будем, так сказать, спойлерить. Будем обо всем по порядку. Давайте возьмем нашего пепсика, высадим вот сюда. Вот, как будто бы он только что приехал. Видите, тут машина, тут чемоданчик. Сидит какой-то секретный агент или агенша даже. Здесь у нас, смотрите, сидят какие-то дети переодетые, которые просят конфет. Вот, но мы будем просить с вами редкие вещи. Давайте-ка идем вот сюда вот. И начнем с улицы. Что тут редкого может быть? Гриб. Нет, гриб я брать не буду. А мы будем брать именно вещи. Смотрите, какие украшения висят на деревьях. Друзья, а давайте мы с вами возьмем одну свечку. Смотрите, тут же их две. Мы можем взять себе одну. То есть, получается, у нас будет всего две дома свечки. Обязательно ее нужно выключить, потушить, потому что может коробка загореться. И кидаем ее в коробку в пепсику. Идем дальше. Смотрите, здесь нам, в принципе, больше ничего не нужно. Можно, конечно, вот эти вот брелки взять еще с летучими мышами. Но нет, 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 нет. Это уже будет слишком. Заходим в дом. Дверь открывается. И смотрим, что же у нас тут такого есть. Смотрите, метла. На метле вообще можно летать, насколько вы знаете. Баба-яга летает на метле. Но мы здесь не будем летать. Мы просто немножечко уберемся. И этот предмет брать с собой не будем. Правильно, пускай полежит пока что в корзине. Куда мы попадаем? Смотрите, мы попали на кухню. Здесь есть банка с глазами. Посмотрите, глазные яблоки лежат прямо в банке. Какой ужас. Но вы должны понимать, что это просто декорация. И это не настоящие глаза. Там лежат, знаете, такие попрыгунчики. Это вот все декорация. Специально сделали. Очень классно. Ну, в принципе, это всякая еда. Еду мы брать не будем. Смотрите, здесь у нас молочко. Соевое молочко. Помидорчики. Капуста. Морковка. И всякая рыба. Посмотрим, что в морозилке. Как всегда, в морозилке у нас лежит курочка. И также стейк мяса. Мы это тоже пока что не берем. Потому что мы сюда пришли совсем за другим. Мы сюда пришли за самыми редкими вещами. Посмотрите, какие здесь стулья ободранные. И сидят два таких вот персонажа. Один мальчик. Другой девочка. Свечки тут у нас. Идем дальше. Так, магнитофон. Какой-то он громкий. Включить его или нет? Давайте выключим пока что. Послушаем, что же за странные звуки в этом доме. Пройдемте вот сюда. Так. Пока что ничего прям особенного я не вижу. Но я вижу коробку с конфетами. Посмотрите. Есть разные конфеты здесь. Смотрите, какой леденец тут имеется. Давайте возьмем его с собой. Но мы его есть не будем. Мы его просто отнесем к редким предметам. Которые мы разместим у себя дома. Так. Что можно еще взять? Давайте возьмем еще две конфетки. Вот смотрите. Вот такую. И вот такую вот. Я вам сейчас не буду говорить, зачем я их взял. Но чуть-чуть позже вы узнаете. Кто из вас сообразительный уже, наверное, понял, зачем я взял две эти конфетки. И почему я взял именно две. Но попозже вы сейчас узнаете. Давайте сначала пройдем в ванную. Посмотрим, что у нас тут такое есть. И здесь, если вы заметили, есть вот такие вот духи. Они очень редкие, потому что они со вкусом малины. Обязательно кладем их в эту коробочку. Они будут теперь с нами. Будем пшикаться перед тем, как будем уходить куда-нибудь либо на работу, либо там, может быть, к друзьям. Или на свидание с девушкой. И будем очень-очень вкусно пахнуть. Идем дальше. Что у нас тут такое есть? Сидит недовольный кот. Как сделать так, чтобы он был довольный? Вопрос. Давайте попробуем его немножечко покормить. Чем же мы его будем кормить? Конфеты он не ест. Давайте заглянем в холодильник. И кажется, у меня уже есть одна интересная идея. Коты очень любят рыбу. Запомните. Так что берем рыбку и несем ее вот той кошечке, которая была недовольна. Посмотрим, будет она есть или нет. Очень любопытно. Очень интересно. Смотрите, вот она кошка, сердитая такая. Мы берем ей и даем. Смотрите, она покушала, но при этом она все равно почему-то недовольна. Как же так? Давайте попробуем скормить ей еще одну рыбку. Может быть, просто ей было мало? Смотрите, какая рыбка. Ой, окажется, она умерла. Она будет такую рыбу есть? Нет, слушайте, мне кажется, мертвую рыбу кушать нельзя. Ну, она не свежая. Видите? Посмотрите, посмотрите, как она выглядит. Вообще не очень, да? Вы бы такую ели, но я бы точно не стал. Это точно. Давайте молочка ей нальем. Смотрите, берем пакетик молочка. Желательно, конечно, найти какой-нибудь стаканчик или кружку, но так как мы в доме с всякими призраками и привидениями, возьмем вот такой вот фужер и нальем в него молочко. Давайте попробуем это сделать. Так, молочко, давай-ка лейся в стаканчик. Вот, отлично, налили. Обязательно молочко обратно убираем в холодильничек. И попробуем дать это молочко кошке. Давайте отнесем. Главное не пролить. Главное не пролить. И кошка, по идее, теперь должна быть довольна. Рыбку она поела. Молочко не хочешь, кошечка? Ты какая хорошенькая. Посмотрите, она выпила, у нее аж глазки закрылись. Но она все равно недовольная. Но это может просто порода такая. Или, может быть, ей за это платят, чтобы быть недовольной. Вот, давайте поставим обратно стаканчик, как будто бы мы ничего не делали. Потому что дом-то все-таки чужой. И опять обратим внимание на редкие предметы, которые могут тут находиться. Смотрите, лягушка, которая сидит в банке. Но нам, наверное, это не нужно. Это будет слишком как-то. Потому что, видите, тут есть подпись. Значит, это лягушка чья-то. Поэтому мы ее не берем. Здесь у нас есть кровать. Нам она тоже не нужна. В сундуке спрятано что-то непонятное. Посмотрите, что это за чупакабра. Так, а это что такое? Это магнитофон. Очень старый магнитофон. Нет, эти вещи мы брать не будем. Ты залезай обратно в сундучок, там, где ты и был. Тут, смотрите, картина такая есть. В принципе, больше ничего редкого я здесь лично не вижу. Давайте попробуем пройти на второй этаж. Кто был очень внимательный, понимает, что здесь есть второй этаж. Мы с вами нажимаем кнопочку на второй этаж. И сейчас мы туда попадем. И поищем еще различные редкие предметы в токобока. Ух, интересно, что же будет на втором этаже. Потому что первый этаж был просто супер. Переходим сюда. Берем обязательно нашего пепсика. Пепсик, давай, прыгай сюда. И, соответственно, начинаем дальше искать. Какое-то яблочко, у которого в голове червяк. Так, дружище, ну, как бы, вы там вдвоем живете? Так что давайте нас не отвлекайте. Мы пройдем дальше. И, друзья, вы, наверное, уже заметили, что я кое-что интересно это увидел. Свечки здесь, кстати говоря, вот эти не горят почему-то. Но есть вот такая свечка, которая горит. Но здесь есть еще вот такая вот редкая, просто редчайшая свечка серого цвета. И на ней нарисован белый паук. Посмотрите, как круто это выглядит. Я просто не могу не взять эту свечку с собой. Поэтому мы тоже ее тушим в первую очередь. Чтобы ничего не загорелось. И кидаем в коробочку. Все, эта свечка у нас в коробочке. Здесь я больше ничего такого интересного, редкого не вижу. И поэтому идем дальше. А дальше мы с вами перемещаемся еще в одну локацию, где тоже есть редкие предметы. Посмотрите, как эта локация выглядит. И я обязательно возьму какую-нибудь свечку. Вот, например, вот эту вот розовую свечку с летучими мышами. Я возьму именно ее, потому что она редкая. А свечка с черепами, ее брать не нужно. Потому что на ней череп, она проклята. И она будет приносить в наш дом только сплошное несчастье. Нам это не нужно, поэтому мы не берем. А также здесь есть вот такой вот светильник. Посмотрите, как круто он светится. Это светильник в виде привидения. Обязательно кладем его в нашу коробочку. И пускай это будет с нами. Смотрим, что в этом сундуке. Давайте разложим этот сундук. Посмотрим, что тут есть. Костюм зомби. И посмотрите, как мне удалось вытянуть кое-что интересное. Это же самый настоящий алмаз. Это именно та вещь, про которую я говорил. Самая редкая вещь в тока-бока. Посмотрите, как круто он блестит. И насколько он красивый. И я вам хочу сказать, что это настоящий алмаз. Это не фальшивка, не подделка. Поэтому срочно кидаем его в коробочку. Смотрим, что дальше. Картина жука. Это ни к чему нам. Какое-то откусанное яблочко в виде подушки. Это, кстати говоря, по-моему, подушка. И также у нас есть какой-то непонятный свиток. Типа карты. Давайте попробуем его открыть. Он не открывается. Но как бы может быть... Мы его даже никуда не применим. То есть это не карта сокровищ. Ничего редкого в ней нет. А вот открыли. И это просто... Ну, вы сами все видите. Ничего такого тут нет. Поэтому давайте аккуратненько это сложим все обратно в коробочку. Чтобы ничего не разбрасывать. Потому что порядок должен быть везде. Все. Это мы все закинули. Этот сундучок закрываем. И в принципе все. На этой локации мы собрали все, что только можно. Редкого и необычного. Теперь, друзья, вместе с вами спускаемся на первый этаж. И я сейчас напомню вам, зачем мы брали две конфеты. Кто помнит, кто только что смотрел, видел, что там было две конфеты. Две конфеты, которые мы кое-куда сейчас определим. Я вам уже даже подсказку дал. Но я думаю, что вы сообразительные и сами догадались. Вытаскиваем нашего пепсика. Эти две конфеты лежат у нас в отдельной коробочке. Не просто так. И начинаем потихонечку с этими редкими предметами выходить на улицу. Топаем на улицу. Вот таким вот образом. Тык-тык-тык-тык-тык. Дверка открывается. Всем говорим пока. Выходим на улицу. И, соответственно, просто идем в сторону нашего дома. Выходим за забор обязательно. Вот сюда вот. Забор можно, наверное, закрыть. И смотрите, куда я хотел эти конфеты определить. Если вы были очень внимательны, вы помните, что на входе у нас было два вот таких вот ребенка. Ну, ребенка, да. Которые переоделись в хэллоуинские костюмы. И они просят конфет. Так вот, мы берем в оранжевую коробочку, кладем ему конфетку. И этому человечку-клоуну берем голубенькую конфетку и тоже ему кладем. Они очень подходят по цветам. Дети будут очень довольны. Мы никого не обидели, потому что просто взять из чужого дома вещи, это неправильно. Нужно что-то оставить взамен. Вот мы, соответственно, оставили конфетки вот этим вон двум чубрикам. Пускай они будут счастливы, они будут довольны. Хэллоуин у них прошел на ура. Ну, а теперь, друзья, нужно срочно вернуться домой. Домой вернуться для того, чтобы разложить из коробочки все эти редкие предметы, редкие вещи, чтобы они были у меня дома. На этом, в принципе, все. Я их обязательно разложу дома. На этом я с вами прощаюсь. С вами был Пепсик. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы весь год вас преследовала удача. Ну и, конечно же, поставьте свой лайк на этот ролик. Всем пока.